привет дорогие друзья в предыдущем видео я рассказывал об инвестициях скоро расскажу как хранить все это какое количество лучше всего иметь то есть тоже должен быть стоп определенный потому что ну без фанатизма если бы я с 2016 года на 100 долларов каждый месяц закупки делал я бы уже просто какой-то гараж наверное бы себе снял и туда бы это все складывал потому что но объем был бы фантастический поэтому должно быть все в меру все аккуратно ну то есть у меня есть определенный стоп я как бы не перехожу определенную грань то есть чтобы не было завала потому что то есть проще иметь какие-то позиции которые просто постоянно лежат и все их не ну неприкасаемые другие монеты допустим можно продавать перепродавать такое но без фанатизма то есть понятно что я если столько лет делать закупки это ну просто надо где-то хранить объем получается слишком огромный просто возьмите калькулятор умножьте сумму но это просто жесть поэтому тут все должно быть в меру непрерывно покупать тоже надо быть в этом плане аккуратным осторожным вот допустим я вот мелочь ходячку перебираю вот так вот смотрите это все у меня раскладывается по годам по пакетам всякие там разновидности браки все подписываю потом все это закину в коробку и перед продажей допустим или подготовку там буду делать очищает там в коллекцию складывать и так далее кстати вот 25 копеек перебрал здесь уже поинтереснее у меня чуть-чуть получается значит 7 видов монет нашел это стандартная из желтого металла дальше вот таких три монетки с бубликами с узким трезубцем три монетки дальше вот такая монетка одна попалась это так называемый итальянский чекан можно его так назвать на реверсе и узкий трезубцем на аверсе только одна такая монета дальше следующий вариант здесь уже мелкие ягодки но толстый такой жирненький трезубец таких три монетки попалась вот тоже интересное бублики так называемые одна монетка всего попалась и жирный трезубец именно жирный три монетки было с мелким а тут же жирный трезубец и вот таких три монеты попалась это итальянский чекан но на желтой на светлой латуни заготовки вот она еще даже с остатками штемпельного блеска ну такое все в грязи конечно желтизной но все равно приятно ну и стандартная итальянка вот она же только уже штемпельном блеске этот чекан самые лучшие я считаю вообще в плане сохранности монет очень много количество их большое и при этом очень немаленькое количество в идеальном состоянии то есть вот это все что вы видите это светлая латунь попалась огромную кучу я уже закинул в общий мешок было вот это вот ну так называемые итальянки вот такие вот их реально много вот в принципе улов неплохой значит в каталоге у загреба указано что вот эти монетки с бубликами они стоят от 50 до 350 гривен их два вида с разными трезубами вот эта монетка несмотря на то что одна всего попалась от 1 до 3 гривен стоимость ее вот эти три монеты тоже ничего не стоит это ничего не стоит ну тут ничего не стоит разве что вот штемпельном блеске вот такая вот монетка может быть еще каких-то денег и стоит для коллекционера если у кого нету ну вот смотрите сейчас как бы 25 копеек из обихода ушло я думаю еще годика 23 и вот такие штемпельные монеты начнут дорожать потому что появятся вновь прибывшие коллекционеры которых не будет уже этих 25 копеек соответственно в коллекцию они захотят вот даже 7 видов просто помыть привести в порядок нормально подготовить монетки и вот вам уже наборчик из 7 монет 25 копеек 92 года как ни крути не ну то есть мешков уже будет скорее всего мало то есть за два года мешки выбьют а я себе вот такие вот заготовочки сохраняю она кушать не просит там это не такая большая сумма вот эти все мешки может гривен 50 наверное здесь лежит ну как бы 50 гривен отложить ну не так уж и сложно однако сумма увеличится я думаю многократно даже если 50 гривен умножить внутри уже 150 это если ну короче неважно в общем какая-то сумма там когда-нибудь да и получится единственная сложность это именно трата времени на перебор а самое главное это успеть до 27 сентября сдать в банке потому что но я читал приказ нбу что после 27 сентября эти 25 копеек принимать уже нигде не будут стараюсь как говорится успеть не знаю надеюсь очень надеюсь что успею просто жесть завал по работе на истона доехать там с машины приколы на другом канале видео сниму про машину тоже может интересно будет кому про свою рыношку что там происходит тоже информация в принципе интересная надеюсь будет вот поделюсь мыслями насчет машины но в целом пока доволен но вот ремонт предстоит и такой недешевый ну можно как бы и не ремонтировать но я ради этой функции машину покупал круиз-контроль короче перестал нормально работать и целый движ теперь чтобы это все отремонтировать понять чем дело и так далее в общем такое вот насчет инвестиции я же говорю еще раз и знаете меру много денег сильно замораживать не надо в монеты потому что тоже вопросы а как допустим на 20 тысяч долларов если купить монет ну во первых на 20 тысяч долларов это просто охеренный объем если мелкие монеты пока ну дешевые монеты если покупать дорогие монеты если покупать то только личная встреча я бы не переводил в жизни ну то есть у меня вот была сделка 7 500 да я очковал но я на ложкой это дело даже купил как бы ну да для меня это было очень дорого то есть я вот никогда ни разу не продавал что-то дорогое и вот один раз только купил что-то дорогое для меня как бы это существенные деньги из бюджета поэтому дорогие позиции тяжело покупать а дешман проще там по чуть-чуть себе покупаешь покупаешь раз пришло время скинул лишнее вышел в кэш эти доллары там куда-нибудь на счет в банк и вот так вот там какие-то процентики там вот так с миру по нитке свитер вяжется вы поняли да по чуть-чуть вот но сильно дохера тоже покупать не стоит и как хранить я храню в коробках картонных вот у меня там две или три коробочки я туда складываю там в одной коробке у меня ходячка обиходная в другой коробке у меня там пару империи монеты небольшое количество в 3 коробки инвестиционные монеты пару альбомов все это вот так вот в разных местах в разных квартирах даже находится но это уже дальше